Приветствую всех любителей фигурного катания. В ближайшие минуты о главных событиях дня. Тренер Алексей Горшков сообщил, что российскому фигуристу Дарья Черезана ищут партнершу из Европы. Группа Горшкова сейчас находится на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах. Выбор места для сборов обусловлен возможностью качественной подготовки наших дуэтов к ближайшим соревнованиям, прежде всего, финалу Гран-при в Санкт-Петербурге. Кроме того, ищем сейчас партнершу для Дарика Черезана, который катался ранее с Ириной Хаврониной. В России вариантов не видно, и на смотрины приезжают фигуристки из европейских стран. С учетом нынешней логистики гораздо проще прилетать в Дубай, чем в Москву, сказал Горшков. Фигуристка Анастасия Зинина, получившая травму во время проката на Кубке Первого канала, выписана из больницы, об этом сообщил тренер Алексей Василевский. Настю выписали из больницы, чувствует она себя нормально. Думаю, на этой неделе начнем постепенно втягиваться в тренировочный процесс, сказал Василевский. Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс поздравила представительницу Грузии Анастасию Губанову с победой на чемпионате Европы. Бельгийка обратилась к сопернице под одним из ее постов в соцсетях. Заслуженная новая чемпионка Европы, поздравляю, написала Хендрикс, занявшая на турнире второе место. Адам Соло, хореограф Луны Хендрикс, рассказал, почему бельгийской фигуристке не удалось победить на чемпионате Европы. К сожалению, на программу Луны повлияли давление и сильные ожидания. Мы все люди и по-разному реагируем на ситуации, наполненные повышенным адреналином и нервозностью. Нестандартные ошибки случаются, Луна, очень сильная фигуристка с отличной техникой и великолепным артистизмом. Сложность ее хореографии и разработанное содержание программ позволяют ей достичь желаемых результатов и добиться успеха. Европейская публика была влюблена в нее и безоговорочно поддерживала. Мы поздравляем прекрасную Настю Губанову с ее потрясающими выступлениями и победой. Анастасия Губанова прокомментировала свою победу на чемпионате Европы. Путь к этой медали был очень сложным и тернистым, мне не передать словами, насколько я счастлива. В этот исторический день для меня и для всей Грузии хочу поблагодарить свою семью за поддержку и веру в меня, мамочка, это твоя заслуга. Огромное спасибо Федерации Грузии и Мариам Георгобиане за все, что вы делаете для меня и для грузинского фигурного катания. Большое спасибо всем болельщикам и фанатам фигурного катания в Грузии, я до глубины души тронута вашей поддержкой. Кататься в Финляндии одно сплошное удовольствие, спасибо публике за такую теплую атмосферу на льду, это по-настоящему праздник. Огромное спасибо команде Евгения Рукавицына, Евгений Владимирович спасибо вам за веру в меня, поддержку и за нужные слова в трудную минуту. А также спасибо всем тренерам, которые были рядом со мной на пути к этой победе. Верьте в себя и идите к своей цели, мечты сбываются, написала фигуристка. Анжелика Крылова рассказала о целях танцевального дуэта Василиса Кагановская и Валерии Ангелопол в текущем сезоне. Главная цель сезона у ребят, попадание в сборную России. К сожалению, по болезни они пропустили чемпионат России, сейчас у них есть шанс на финале Гран-при России. Хочется, чтобы они показали свои максимум, будем готовиться и соревноваться с лучшими парами страны за медаль. Конечно, международных стартов не хватает, мы не теряем надежду, что нам дадут возможность выступать. Опыт выступления на соревнованиях с парами из других стран важен для спортсменов. Я признательна болельщикам, которые поддерживают Василису и Валерия, это здорово. Но иногда излишней восторги мешают тренировочному процессу и мне как тренеру. Ребята начинают думать, что они идеальны, и качество, которое мне нужно, не особо важно, их и так хвалят. У нас еще очень много работы впереди, позвольте мне их довести до моего видения идеала, сказала Крылова. Я не ожидала, что нас пригласят на Кубок Первого канала, сначала сказали, что будет два дуэта. Думала, что если не будет проката и на Кубке, тогда прокатаемся в Петербурге, лишний старт им не помешает. Первый канал попросил откатать произвольный танец, он всем нравится, для Василисы и Валерии это только плюс. На чемпионате Санкт-Петербурга они набрали хорошие баллы, но техническая оценка недостаточная, мы обязательно обсудим, посмотрим прокат еще раз, добавила Крылова. Немецкая фигуристка Николь Шот рассказала об отношении к российским фигуристкам. Елизавета Туктамышева, это очень впечатляющая фигуристка, это такой боец. У нее были хорошие и плохие моменты, но она всегда возвращалась, боролась со всем, что с ней происходило, и все еще выступает. Лизе 26 лет, и она владеет четверным тулупом, это впечатляет, что она смогла это сделать. Она достаточно долгое время прыгает тройной аксель, и достаточно успешно, это всегда было ее отличительной чертой. Но теперь она выучила четверной, реально впечатляет, когда такое видишь. У Александры Трусовой была запоминающаяся программа на Олимпиаде. Она же прыгнула пять четверных, больше, чем большинство мужчин. Очень трудная программа, и очень впечатляет, что она все-таки сделала все эти квады. Я не пробовала делать четверные, пыталась сделать тройной аксель, но после того как травмировалась, решила оставить попытки. Я не чувствую, что обязательно должна прыгнуть его, мне нравится кататься, это одна из моих любимых частей фигурного катания. Я не тот человек, который слишком углубляется в техническую сторону. Мне нравится нарабатывать технику катания. Поэтому я никогда не фокусировалась на том, чтобы прыгнуть квад, сказала Шот. Александра Трусова рассказала про подбор образа для короткой программы этого сезона. Давно хотела кататься под французскую музыку и рада, что программу мне поставили именно под нее. Костюм мы выбирали вместе со Светланой Владимировной, я предложила бордовый цвет, кажется, мне он подходит. Дальше попросила Ольгу Ребенко придумать дизайн платья, я нашила очень красиво. Макияж придумывала я, в этой программе первый раз использовала цветные яркие цвета, не черные и не коричневые тени. Так получилось, что весь образ дополняли фиолетовые сережки, розовые лезвия, бордовые чехлы, это выглядело очень необычно и красиво. Все свои костюмы оставляю себе на память. В моей карьере было много разных и интересных образов, и все они очень индивидуальные, сказала Трусова. В США завершился чемпионат страны по фигурному катанию 2023 года. Илья Малинин одержал победу, Джейсон Браун стал вторым, Эндрю Торгышев с бронзой и на четвертом месте Максим Наумов. Как вы уже поняли, в четверке лучших, три человека с русскими фамилиями. Победившего Илью Малинина с Россией на самом деле связывает не так много, он родился в США, его родители Татьяна Малинина и Роман Скорняков почти всю карьеру выступали за Узбекистан. Они хоть и родились в России, еще в молодости уехали из страны. Эндрю Торгышев взял на турнире бронзу, но выиграл произвольную программу. Он тоже родился в США, в семье бывших советских фигуристов Илона Мельниченко и Артема Торгышева. Максим Наумов тоже попал на подиум чемпионата США 2023 года. У него похожие истории, родители Вадим Наумов и Евгения Шишкова выступали за Россию, но переехали в Штаты, где у них и родился сын. На чемпионате США четверо официальных медалистов, ведь занявшему четвертое место полагается медаль из Пьютера, сплава олова с другими металлами. В любом случае, читая фамилии призеров, не сразу поймешь, что это чемпионат США, а не, например, участники Кубка России. Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Анжелика Крылова поставит новые программы Анастасии Мишиной и Александру Галямову. «Я только приступила к работе с ребятами, сегодня первый день. Пока еще не определились, какие именно программы буду ставить, нужно немного времени», — рассказала Крылова. Журналистка Елена Войцеховская высказалась о том, что Анжелика Крылова приступила к постановке программ для пары Тамары Москвиной. Выбор Анжелики Крыловой в качестве постановщика новых программ для Анастасии Мишиной и Александра Галямова, это, возможно, одна из лучших идей, какую можно было придумать. Крылова — очень незурядный специалист в плане подхода к постановкам как таковым, пример ее танцевальной пары прекрасно это демонстрирует. По идее, постановки и содержанию произвольный танец Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола в этом сезоне наиболее интересен среди российских дуэтов и вполне сопоставим с постановками лучших дуэтов мира. Нынешняя произвольная программа Мишины и Галямова, безусловно, хороша и очень идет спортсменом, но главная ее ценность заключается, на мой взгляд, в том, что она дает довольно полное представление о потенциале пары. Когда фигуристы по своему функционалу способны выкатывать столь сложную и темповую программу, это открывает значительный простор для столь же сложного хореографического наполнения. Примерно таким же путем в свое время пошли в парном катании олимпийские чемпионы Пекина Суи Вэнь Цзин и Хань Цун, постановками которых на протяжении многих лет занималась Марина Зуева. «Тамаре Москвиной вообще свойственно привлекать к работе со своими спортсменами самых разнообразных постановщиков, и не факт, что Крылова останется единственным приглашенным специалистом. Но если это сотрудничество сложится, результат может оказаться очень и очень интересным», — написала Вайцеховская. Российская фигуристка Камила Валиева приняла участие в съемках клипа певицы Натальи Подольской. «Я нахожусь на съемках клипа, не волнуйтесь, тренировки не пропущены, у меня сегодня запланированный выходной», — сказала Валиева. Российская фигуристка Аделия Петросян восстановила четверной флип. В видео опубликована команда Этери Тутберидзе. Петросян ранее исполняла четверной флип на тренировках, но на соревнованиях у нее не было удачных попыток. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках, и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч.